вы попали на мой канал и хочу вам сообщить как минимум вас здесь никто не пошлет приятного просмотра слет проходил в чижовка арена в таком вот здании вот достопримечательность площади данный момент вот собираются гастарбайтеры таком неоднозначном виде нас представляет организатор весьма сомнительным проходя и попадая внутрь помещения мы видим достаточно большое пространство много разных павильончиков выставочных комплексов в целом неплохо организовано было все ребята были достаточно на позитиве все проходил какая-то рекламная акция от радиостройка первый раз кстати узнал сразу попав увидел презентацию люков шагма является одним из лидирующих так сказать производства в этом сегменте были представлены все их не в готовом виде разработки уже достаточно качественный товар но в то же время и достаточно дорогой на порядок выше чем как бы можно сказать у аналогов немножко разочарован был что как раз вот этих самых аналогов я и не видел это тут даже спортом занимается на них ну так как бы доказать что они достаточно надежные не склонны к провисанию ну в целом неплохо отношусь к данной категории на стендах все было красиво вот один из как бы моментов принципе для которого я поехал потрогать порезать плитку широкоформатную от метр двадцать но немножко был разочарован чем тем что вся плитка которая была представлена здесь и и так сказать нарезание на полоски она была восьмерка что в принципе достаточно не так часто попадается обычно десятка все станки которые мы вообще могли наблюдать на этой выставке они не были с какой-то предварительной настройкой как с коробки достали так на стол плюхнули и далее на осмотр ну разные мастера брали резали я тоже попробовал порезать это неплохо на некоторых станках получалось на каких-то немножко сложнее но с восьмеркой в любом случае работать проще и намного чаще удавалось хорошо отрезать да и вот эти полоски двухсантиметровые как бы больше на публику не так часто они практике необходимо такая нарезка да и я бы например ну если по меня была плитка без запаса особо сантиметровую наверное не рисковал бы нарезать какие-то станки мне понравились больше какие-то меньше там уже пускай как бы это дело каждого мастера индивидуально он перед покупкой должен сам потрогать пощупать порезать мое субъективное мнение вот руби мне станки понравились больше чем длт опять же что такое длт да это и это китайские станки на которые просто вешают клей модель ты как я понимаю на него можно повесить любое клеймо и продавать под этим брендом какие-то как они говорят возможно мелкие доработки они делают в чем я очень сомневаюсь ну такой вот велосипедик как это работающие на шуруповерте в рекламных акциях могли лицезреть масса была разного инструмента можно было как я говорил найти на любой вкус все потрогать пощупать покрутить миксеры были вот разные лазерное оборудование ну кстати лазерное оборудование было представлено достаточно узком сегменте ну это видимо связано с тем кто захотел показать свою марку тот и показал шпаклевочные станции были достаточно разной как и ценовой категории так и для разных целей какая-то подходит более какой-то там скажем частное строительство частный ремонт какие-то уже можно было на производстве брать ну соответственно те что могут давать производственные мощности они безусловно достаточно дорогие но если у вас есть объемы на этих 100 самых производствах да там тысячами квадратов заниматься то это не имеет значения кидроизоляция была представлена также можно было на макете посмотреть сама по сути это цель моего приезда была непосредственно один станочек посмотреть в работе мы когда-то него долистаем я вам покажу что это за станочек только там будет другой бренд на нем висеть но я думаю что это аналог для общего развития полезная прогулка для всех и для начинающих и для профессионалов то есть просто понять что существует в данный момент на рынке что необходимо конкретно вам для конкретно ваших целей ну вот интересные такие тоже станки для крупного формата электрические с лыжами на моем канале есть самопальная такая фигня которую я достаточно дешево купил дешево поработал посмотрел в работе то есть там как бы с моими задачами она справлялась то есть отдавать большие деньги за вот допустим такую такой бренд как бихал у кого есть необходимость кто узкий специалист по плитке вот данная я бы сказал модель но не модель то есть как бы это лейба висит на ней бихал на самом деле эти станки есть под разными лейбами и в отличается именно как бы ценой в работе я бы хотел его посмотреть но в работе я его не смог увидеть потому что его просто там в работе не демонстрировали был продемонстрирован другой станок я не помню под каким брендом он шел ши джинк или какой-то другой а вот конкретно этого я не увидел ну тоже вот это аналоги все но меня интересовал именно тот предыдущий эти станки безусловно классная штука для плиточников есть небольшие минусы я думаю при их эксплуатации мастер их устранит в течение там какого-то недельного двухнедельного срока эксплуатации вот он в работе опять же повторюсь эти станки они абсолютно не были настроены они сразу были из коробки и вот как мы видим как он вот из коробки режет это у нас идет немного диагональный рез такой то есть начиная там с какого-то полтора сантиметра на ноль сводится все прямой рез и в принципе мне понравилось и скорость реза также мне понравилось и качество реза и опять же я еще не перебирал здесь никакие диски тут вот какой диск заряжен такой стоит то есть ну в принципе неплохо небольшая доработка и все готово большого формата вот такого плана станки ручные ну увидеть в работе его не удалось вот тоже механизированные были для большого формата большой формат вещь хорошая но для большого формата надо здорово потратиться чтобы качественно выполнять эту работу все эти как бы рамы с присосками вот направляющие инструменты недюжая физическая сила особо нет права на ошибку заставляет достаточно небольшое количество мастеров заниматься этой плиткой да и объектов достаточно они такие специфические в квартирах в обычных что-то я не встречал чтобы плитку особо укладывали два с половиной метра так разовая плита какая-то на рабочую зону да было ну вот чтоб весь там санузел к примеру в четыре плиты укладывали не видел вот расходники на стенде были гравер такие для доработки вот такие типа брусочки все было пообщаться с людьми можно было пообщаться с самими представителями организации можно было были попытки вот на таком ручном станке разрезать вот эту вот большую плитку крупного формата не всегда это заканчивалось как бы удачно ну я не знаю ни навыки мастера кто это делал ни качество диска который там был установлен вот как мы видим был неудачный и так всего понемножку в целом вещь полезная посещайте эти выставки тоже интересно